Дом трещит по швам. Жители 16 квартир в Пойковском, в Нефтьюганском районе, боятся однажды проснуться под завалами. Переселение из аварийного жилья не могут добиться даже через суд. Подробнее о тех условиях, которые сложно назвать человеческими для проживания, и какой есть выход из ситуации, выясняла Светлана Круковская. Все это рухнуло, прямо полностью. Две машинки тут и тут, ванная, то есть видите, их даже не видно. А вы в этот момент где были? На кухне. А вместе с бытовой техникой в подвал рухнула и вся жизнь пенсионерки из Пойковского Ирины Горбулинской. Такого имущества в собственности самой становится жутко. Жить здесь невозможно и небезопасно. Чиновники любезно в день ЧП в мае этого года предоставили маневренное жилье. Но стало не легче. Женщина не потянула две коммуналки. Там чужую сейчас оплачивает. За свои апартаменты в аварийном доме скопился приличный долг. 250 тысяч рублей. Вообще-то это дом рухнул. Не моя квартира. Дом. Дом пополам сломался и рухнул. Но у меня арестовали счет пенсионный. И снимают половину пенсии. То есть я на сегодняшний день получаю пенсию 8 тысяч. И за это, и за то тоже я оплачиваю. Но я оплачиваю, потому что мне сказали, что не будете платить, выселим. У соседа Ирины Горбулинской, у Андрея, кажется, вот-вот вся собственность тоже рухнет в подвал. Вот кошка у меня ходит в комнату. Вот. Кошка гуляет туда-сюда. В комнату гуляет. А вообще пол провалит. Всего в деревянном аварийном доме 16 квартир. У каждого жителя своя беда. В семье Элихановых четверо детей. Младшего сына. Ребенка с ДЦП Айна редко спускает с рук. В доме гуляют не только сквозняки. Мыши бегают, крысы. У нас везде щели. Понимаете, у нас везде все дует. Мы все ходим, пеним. А пена, она тоже недешевая. Олеся Зайцева тоже многодетная мать. Квартиру в этом доме купила за материнский капитал. Но на тот момент таких проблем не было, когда уходит на работу неспокойно на сердце. За детьми следит по камерам. В детскую комнату и ванную, когда нет мамы, дома нельзя. Я вот сюда ставлю ее, и она обзором вот сюда. Когда они бегают с комнатой в комнату, мне хорошо их видно. Я так же говорю, когда они начинают бегать, играть, я говорю, дети, пожалуйста, тихо, не ходите. Они сидят как собачонки, получается, вот в той комнате не выходя. Это не жизнь. Извините, помыться мы что должны, как пять минут, что ли, к собаке? Жители аварийного дома в Пойковском боятся, что их дом вот-вот рухнет. Обращались с просьбой о переселении в администрацию. Прокуратуру не помогает достучаться до местных чиновников. Даже решение суда. Ничего не двигается даже после суда. Была экспертиза отдельная за квартиру. За дом есть экспертиза отдельная за квартиру. Непригодность жилья, все как бы. Решение суда было, что предоставить жилье администрации. Но пока, говорю, никаких результатов нет. И таких решений суда в местной администрации около 60, уверяет глава городского поселения. В Пойковском более сотни аварийных домов. Якобы этот, не самый худший, переселить не могут. Надо людям подождать свои очереди. Расстоит не один год, поверьте мне. У нас есть квартиры, где мы по две квартиры отселяли от дома. Потому что у нас отпорная стена начинает уходить. Такой дом, как 1-18, у нас, к сожалению, в Пойково не один. И на сегодняшний момент те целевые средства, которые направлены для переселения из аварийного жилья, они целевые. Но вот ждать, уверены жители аварийного дома, уже нет возможности. Жить в нем небезопасно. Со своей проблемой обратились в Народный фронт. Эксперты президентского движения взяли ситуацию на контроль. Мы не оставим эту тему до тех пор, пока семьи не получат хоть какие-то перспективы. Так жить нельзя. Я думаю, что, наверное, поселению, а может быть не поселению, а району, нужно почаще и поактивнее выходить на федеральные программы по расселению жилья. Мы ведь видим такие образцы. Например, тот же Сургутский район или тот же Советский район, где очень активно главы поселений входят в различные федеральные программы по сносу жилья. И там дома сносятся очень хорошо. Этот дом в Пойковском признан аварийным в 2019 году. Согласно графику, жителям предоставят квартиры только в 2030-м, рассказывают. Но это еще долгих 8 лет. А предоставление маневренных квартир для многих не выход. Согласно закону, платить нужно будет и за собственное жилье, которым не пользуешься. Для многодетных и пенсионеров неподъемная сумма. Светлана Круковская, Рашид Латыпов. Вести Югоря. Нефтеюганский район.